вот они змеи где стоят замыкались а тут именно очередь выстроилась просто а тут именно движ париж 1 2 3 4 доброго дня а за что вас запомнили а чего взяли что тут порушено что взяли что тут порушено а вон и а вон и тут спрятались да а не раз два три мы стояли мы стояли воде нас патруль ночи вас непонятно вас нельзя отличить а вам доказы показала видео даже показал а вы только сбоку зарестрована а то такая вот такая но с той стороны я знаю что был вход ну тогда не скажу не скажу ну закрыта да насобирали а вот еще водитель а вас тоже остановили а где полицейские такие кто его конкретно вас остановил и сказал ждать а чего вы должны ждать а забрали они документы забрали документы так выписали постановление еще нет а то бишь вы еще и должны ждать а видео показали как вы нарушаете просто под этот знак чтобы вы понимали можно заезжать только проживающим тут людям а не только не только сейчас будем бороться с этим товарищи полицейские а что вы тут собрали коллапс всех всех штрафов я вам сейчас поясню а чего вы не стали перед знаками мы перед знаками не стали потому что мы из початку тут не забрали поняла что мы поедем за трансформатным засудом якой запранили тут и пока мы стояли за ним вы решили вот так сделать цепочку да мы не имеем и цель вы решили люди какие-то они решили остановиться но я вам задаю вопрос почему вы перед знаком не стали почему они стоят ждут по ваша величества вы можете ехать нет нет а вы тоже ожидаете а не забрали документы не забрали документы что-то показали что начали рассматривать ну меня тоже вводят я как бы культурно а ну я так понимаю что культурно тут не получится а это сейчас на бусе вас оформлять да не черный джип там еще не доходили не документами а шо у вас сейчас происходит шо у вас происходит так вы сейчас заснял или шоу то бишь вы сейчас людей удерживаете правильно я понимаю ну каким чином один говорит если вы уедете вы будете штрафованы а вы знаете что это превышение служебных полномочий я вам просто повторяю зачем делать конфликты вы стали на кормушке начинаете херячить людей здесь почему вы не стали перед знаками я вам зараз покажу покажите пожалуйста покажите ваше посвящение для начала вот так будет правильно да пожалуйста мне написали коллапс но я не понял что даже такой коллапс всех поостанавливали ждите мы сейчас подойдем лебедь дмитро андреевич полицейского дисней все побачку до 24 дмитро так а чем это предусмотрено остановить всех машин вот так вот всех это за два года чтобы не заважать нас показать где были спочатку я вам поясню рухлючись по сумские площади конституции нам было помещено как автомобиль якийсь автомобиль якийсь автомобиль нам не нужно как бы не виконав вимоги дорожнього знаку 3.2 где зиснив рух в зону дії его вы его знали? мы его зупинили безпосередньо на месте билого транспортного засоба когда мы общались с водителями автомобилей автомобилей авто автомобилей рухались и так же мы выполнили вимогу дорожнього знака мы их остановили так вы остановили и что дальше? мы с каждым сейчас провести конкретную работу а именно вынести постановление мы с каждым ну еще не всем с данными громадянами я не успел общаться с водителями я поведу меня про то что они не выполнили вимоги дорожного знака 3.2 это кому я встил но данный знак 3.2 он не расширяется на таких категориях как инвалиды кто перевозит инвалидов да вот до речи водитель громадянин как они видели как автомобиль с названием инвалид проезжал мы его остановили но водитель показал свои документы показал свои посвящения и проехал далее далее у меня не хватило времени чтобы со всеми общаться узнать обслуживать они на данной территории проживать на данной территории являются они людьми с инвалидностью и мают документы понимаете? все можно я извините скажите пожалуйста у меня по этому поводу очень много роликов и всегда когда б я не приезжал что бы я не делал всегда полицейский находится именно вот вот этом вот квадрате почему а знаете почему я вам скажу даже почему чтобы как говорится поймать на живца вы не еще ни один экипаж никогда не стал в пешем на автомобиле вот так просто на автомобиль поставили автомобиль и включили мигалки и этим вы бы показали что сюда заборонено проезжать анатолий подожди секундочку чему мы тут оказалось ось повернули ось автомобиль ну там початки не буду показывать ось как мы тут опинились ось как мы тут опинились ну я просто не маю возможно даже здесь потому что я тут опинился проводили беседу с данным гражданином и в этот момент люди начинают ехать я выходил спросите у тех хлопцев я выходил я махал показывал что сюда не может на данный час я присутствую здесь и мне интересно как вы проводите и мне самое интересное а вы можете по 22 сделать людям устное уважение то бишь это знак который именно нужно наказать правильно то бишь беседу провести нереально правильно для начала нужно пойти нормально начиная 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 представиться поспілкуватися вияснить что самое спонукало так бачили не бачили какие причины того чьи я вас розумею я вас розумею дивиться просто я буду тут присутник то вы на жаль не сможете сделать так как вам обожают в плане быстро сказали все там знак вот все это это быстро называется уже смотрите два человека три человека четыре человека подтверждают что вы я даже приезжаю сюда я вижу просто первый раз за все время выстроена колонна и ваш коллега когда я начал говорить людям он начал запугивать людей если вы уедете у нас есть ваши данные и мы вас вы запомните что это превышение служебных полномочий можно расценить потому что когда вам вас останавливают то вы кричите у нас вызов у нас немае времени а чего человек должен ждать вас церковь пока вы что то сделаете ребята так не делается у нас вы если хотите сделать в рамках закона давайте делать в рамках закона но я здоров India я вас я inden 36 вы слушайте Даже люди вас со стороны фотографируют, что вы собрали коллапс. И у вас патрулька... Смотрите, вот если можно расценить, я могу расценить это, как вы спрятались. Даже со стороны, вот смотрите, мы вот так вот встанем, я даже буду заезжать, допустим, я не вижу, что у вас мигалки стоят. Вы понимаете? Я не спернусь со стороны, со стороны, действительно, оно так может издастся. Я вам продемонстрировал в видео, как мы тут остановились. И действительно, то, что вы можете спросить, я выходит, укрепляю, что это не будет. Я вас, Митро, я вас зрозумел. Послушайте меня. Знаете, как бы еще было бы красиво. Смотрите, допустим, и правильно. Вы становитесь там, на службовом транспорте, стоите возле автомобиля, все как полагается, поворачивает любой автомобиль, поворачивает, вы его останавливаете, говорите, уважаемый, знак 3.2, въезд запрещен, вы пытаетесь ему спросить, что, как, что, почем. Он говорит, слышишь, Вась, пошел ты нахуй. Это я запикал, потому что там прозвучал мат. Вы такие, не вопрос, ходик у вас работал, регик писал, вы его догоняете, подхожу я, начинаю там что-то влезать в ваш разговор, а вы говорите, уважаемый, все в рамках чиновного законодавства, мы стали там, я человеку пояснил, коллега пояснил, он нас нецензурно обозвал, ну, условно, и поехал. Доказ есть, проезд есть, спелкувание есть, все. Вот это, красота, а вот это называется херня. Вот это херня, что вы спрятали здесь. Так, как он возродает, я согласен. То есть, что, как вы подъехали, и как граждане... Да я же не отмазу никого, я хочу, чтобы в рамках закона было все. Я вам пока заведу, почему мы тут... Я зрозумел вас, доброе, доброе, я вас отвлекать не буду, я... Самое третье. Я хочу присутствовать при розгляде справы, подивиться. Ну, розгляде справы. Да, я что, с вами постелкувался, теперь с другим... Я, например, говорю, правильно, или нет? Вы провели и поехали, правильно? Ну, если я уже заезжаю на этот знак... Нет, вы же скажете, что вы подъехали, еще не провели... Да, чтобы не создать аварийную ситуацию, не развивать... Вы уже на... Вы просто спрашивали, порушили, или нет? Да, я уже заехал, вот с нас, чтобы развернуться... А скажите, вот вы когда заезжали, вам было четко видно, что эта патрулька стоит? Да, инспектор, мы бачим инспектор ранее. А вы инспектора там видели? Ну, еще тут, да. Он там стоял уже? Стоял он тут. Тут стоял. А скажите, пожалуйста, если бы службовый транспортный засып стоял тут, и инспектор стоял бы жезлом, и вас зупинил бы, вы бы рух продолжили дальше? Нет, конечно. Все открыто. Так, а что открыто? Если бы вы объяснили, что первую постанову мы писали так, все, а они потеряли... Я все... Вот у вас напарник очень умный оказался, он мне разъяснил, я ему разъяснил. И все по красоте. Я вам скажу, я вас не могу увидеть, ну как, я могу, у меня просто уже выработано все это, вы знаете. Даже если вы идете назад, наше ТЗ прекрасно выяснил. Не может, я вам клянусь. Вот сейчас давайте просто, вот вы тут стоите, есть умный человек, которого еще глаза открыты, и он увидит... Я вам скажу больше. Я ж водею ж пояснил, когда тут побачил, да, что, не знаю, побачил нас. Поверни правую ручу, левую ручу, внизу положено, и все проедет, и капитал. Да не, я ж не против, мы ж тут собрались, вы собрались, я не знаю, чтобы всех наказать, и как бы... Не, по-перше я с Варьем, в роду профилактическую работу, это такое. Во, это... Я ж к этому пытался подойти, поэтому я... Дмитро, правильно аж? Да, Петр Анатольевич. Вот, я, он свою позицию высказал, я свою позицию, я ему рассказал, как правильно, и вот, повторю при вас, вот, если бы там вы встали... Если бы, нет, вопрос относительно того, что бы встали, то мы стоять под знаками точно не было. Ну, данный ТЗ мы первое зупинили, когда мы рухались, взагалі, в направлении центра, и отреагировали на уже скольный бракорушин. И тут вы решили сделать такую змейку? Я же ж, мы можем питание данному водею задать, если бы его лично зупинили, и ему вкладывают постанову, а другие водители приезжают мимо, и полиция не реагирует водею, скажите, будь ласка, вам было бы незрешно? Что кого-то штрафуют, а кого-то нет, а меня нет. Так это всегда, это по жизни было. Ну так... А вот он проехал, а вы говорите, а как мы вас можем... Мы же с вами заняты, мы не можем всех, нас не хватает, ну, короче, я понял. Зупините, провести, как минимум, профилактическую... О, а так вообще ничего не видно, вообще именно по красоте. Я такой, у меня одни были в первом батальоне, которые вот так за стеной спрятались, вот так спрятались. И так получилось, что я выезжал, заезжал. И они меня, класс, иди сюда, я был на другой машине. Все, приехали. И когда я говорю, а зачем вы прятались? А в ответ, знаете, какой был ответ? Мы не прятались, мы стояли. Мы стояли, и просто мне пришлось действовать. Да, да... Короче, друзья, как-то так это все происходит. Где-то кормушки, где-то не кормушки, где-то надо много пацанов, где-то не надо написать. Водей говорит, что неправильно сразумил уже... В общем, как-то так. Друзья, я хочу вам еще раз повториться. Не нарушайте правила дорожного движения. Наша цель, и вообще наша группа, кто еще не знает, надзор Харьков, ссылочка в описании, создана для того, чтобы помогать полицейского, мусорского беспредела. Но ни в коем случае не отмазывать у вас. Это что вы запомнили раз и навсегда. В данной ситуации, в данной ситуации, я поддал свою точку зрения. Полицейские дали свою точку зрения. Потому что понимали, что присутствую я на месте и присутствует камера. И могу сделать просто шок-контент. Поэтому не знаю, что сейчас передают водителям. Вроде бы проводят профилактическую беседу. И есть вероятность, что он сейчас уедет. Все, водитель уехал, профилактическая беседа была проведена. В общем, я вам все пояснил. С вас подписка и лайкос. Я погнал дальше.